Сегодня у нас 26 июля 2017 года, почела Покеряевка, вот недалеко от Романа Малыша. Вот здесь мы привезли бут без кирпича Игоря Александровича Барабаш. Все, 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 валю. Вот сюда сейчас в яму будем засыпать. Здесь вода идет весной, вон из пруда через пруд. Тут все промывает, грязь стоит такая сплошная. Вот решили из кирпича это все выложить, сделать. Если бы Роман Александрович выгрузить. Здесь вот Игнатих, значит, дорогу сделал в том году. Сейчас стола поверхности, ну, небольшие кольи тоже стали появляться. Вон у Алексея Устинова позел ходит, пасется тут постоянно. Важный такой. Серьезный. Борода у него. Как у мужика. Здесь вот эти тополя надо будет сваливать. Огроменные тополя. Ой-ой-ой. А там уже упала береза. Батюшка пилили с братом Романом. Пилили, все сделали. Здесь вот надо будет немного расчищать все это, убирать. А-а-а, просто так забыл. Это я прихватил с розезда досочки. Хорошие крепкие, хорошие крепкие, пригодятся хозяйству. Ну все, слава богу за все. Вот 26-е. В деревне сюда найдется, вот свякоть на дороге оказалось. Тут же чертящей сломанных привезли. Там отдельно в штабель кладется для Романа Малыша. Целые, чуть обколотые. А здесь вот так придет, вешаем бульдозер и попытаемся провутюжить. Вот так. Вот там уже мой этот Егор первый. Им сказано, сколько поработаете часов. Завтра столько отдыхать будете до обеда. И курашку-то заверни назад. Вон там у кого-то, брату скажи меньшему-то. Закрылся. Ты рот закрой и курашку поверни. Курашку поверни. Афганец. Афганец. Так, ребята, давайте я вам дам дальше какие слова, а вы будете выполнять их. Я ухожу. Там один остался бульдозерис. Я сегодня еду туда четвертый раз. Мотаюсь там, принимаю бут. Здесь принял вот этот кирпич. Я не то, что просыхаю, у меня чечет по мне пот. Значит, Владя, посмотри у Никиты где ноги. Вот примерно там уровень должен быть такой. Он войдет и туда поднимется. И вот туда должен скот быть. Нигде, чтобы ям не было. Приготовьте половинки отдельно. Там разбейте, разбивайте там. Как только он пойдет и провалится, сразу забрасывать половинками, ну где колея будет. Кое-что у него отпадет. Сашка дрова возит. Вот тут грибеж надо до земли узнать сколько и дальше уже не трогать. Тут бери, бери, Никита. Тут много еще. Хорошо, что он утром проскреб тут. Я его пригласил, бульдозериста здесь. Так, тебя, Володя, там ждет он сколько нужно разбивать. Все оттуда выкатывай и иди бери. Без тебя тут обойдутся. И тогда колотушкой бейте. Неплохо было бы проверить из пруда или где брать воду. Пролить кое-где. Посмотреть, что будет. Может внутри она размякнет, лучше вдавится. А это, который у вас, кирпич-то туда, стоишь половинками, соединить с этим. Вот с мусором. Проложить туда. Зачем тащишь, иди. Зачем тащишь? Я запрещаю тебе, уже сколько раз сказал. Ну сильный ты, ну надорвешься, спина будет болеть. Еще из этого. Здесь то в одном месте, то в другом. Все-таки узнавайте, далеко ли земля. Земля должна быть, ну не более 10 сантиметров на ней, это его, мусора, кирпича. Все тогда. Тогда сразу эту кучу начинать, это... Половинки вон туда, Володя, слышь, около дерева можете скидать. Вон туда. Целое туда. Остальные разбивайте, мусора там почти нету. Все, поехал. Меня уже не будет сегодня. Я с ним приду, чтобы кто-то тут был. Дали знать. И вот мусором, вот у Володи где нога есть, тут надо подход сделать тоже. Это грязь эту всю заляпать. Ведра сюда носите. А вот сейчас сюда выведут. Да. Половинки кирпича, хотя бы вот до этого уровня надо доложить. Вот где, смотри, наполовину вот этой кучи. Вот до сих пор. Да. Да. Там хватит его, чтобы у нас был запас. Около Никиты проверяй, какой там уровень. Если у Никиты там будет вниз идти, это неплохо. Но чтобы нигде не было ямки. На обе стороны скат может быть. Вот это рядом домик, машина. Романа нету, уехал. Дела свои там делаю. Яờ this. Ямки и ямки. Конрутılı.